Ну что, друзья, грядка готова. Вы видите, я ее уже застелила своим агроспамом. Сейчас будем с вами сажать привезенную нашу землянику. С магнитогорская садовая фирма Виктория. Перед тем, как сажать, я ее замочила в HB-101 и добавила ризоплан. Ризоплан это микробиологический препарат, который подавляет всю негативную микрофлору. Вот она у меня, наверное, ведерочко, сейчас вы его видите. Уже, наверное, часов шесть простояло. Ну что, теперь пора, наверное, сажать. Видите, а, я еще хотела сказать. Сначала я хотела сэкономить. И вот этот укрывной материал, значит, скрепками ватнуть. Но скрепками не получилось. Короче, пришлось купить степлер строительный. Вот видите, как аккуратно все получилось. Натянуто все хорошо. Ну, приступаем. Так, ну что, прибалтийская дача вышла на финишную прямую. Видите, дырки сделаны. В эти дырки я, помимо всего, положила конский перегной. Добавила биогумуса. Пролила все это хорошо. А теперь будем садить. Так, ну что. Вот наша векода. Так. Естественно, что мы обрезаем сантиметров на десять корень. Вот у меня есть шпатель такой интересный. Вот корни не должны загибаться ни в коем случае. Так, шейка тоже должна быть открытой. Вот видите, как у нас неплохо все это получается. Так, еще вот у меня субстрат есть. Это кокосовый. Вот я еще немножко им тут заделаю. Так. Раз. Вот видите, у меня такие корни большие. Вот сейчас мы обрежем. Чтобы сантиметров здесь убросаем. Вот значит, на краешек. Вот видите, какой у меня уходит туда, вглубь. Вот. Шейку ни в коем случае не заглубляем. Немножко вот кокосового субстрата. Это на всякий случай. Ну, чтобы она не выгорала. Слизней, чтобы поменьше было. Потому что все какие-то ворсистые такая. Вот. Чудесно. Вот. Здесь тоже. Вот. Сейчас немножечко еще припорошим. Вот. Это у нас вид года. Так. Давайте еще посмотрим. Вот их пять. Вот пять. Здесь корешочки чуть поменьше. Ничего страшного. Вот здесь я вот пропустила. Ничего. Это сейчас подсохнет. И тоже у нас будет очень красиво. Вот. Что такое корешок непонятный. Не знаю. Ни одна моя подписчица порекомендовала эти вот листики срезать. Но что-то я, знаете как, не знаю. Пока оставлю. Ко мне же еще посылка придет. Если что, на следующей посылке. Видите, как хорошо она туда входит. И корни эти шпательком. Они все выравниваются. Можно, говорят, даже не обрезать. А просто натянуть. Натянуть все это. Корешок. И он сам обрежется. Потому что шпатель очень острый. Так, вот. Мы тут посадили. Это у нас сколько? Четыре. Вот. Четыре. Четыре. Сейчас я... Я... Руки... Четыре. Первый. Время. Четыре. Четыре. Ну что, передвигаемся потихонечку. Я, видите, еще заготовила, чтобы не перепутать, потому что будем брать одни кузыки, вот самые, купите дешевые ножки, вот, маркером не смывающим вот так вот поставлю, чтобы я знала, что это у меня этот сорт. Так, ну что, берем следующую, сейчас мы с вами по-новому еще попробуем. Так, вот, видите, достала, вот этот можно немножко обрезать. Это ножницы у меня тут, тут, наверное, старый, потому что я все равно думаю, что, видите, она же, клубника выкапывалась, я думаю, что, ну, два года-то он у меня пробудет, а потом обязательно надо усы. Так, ну что, давайте попробуем шпателем и отрежем, ну, острый он или не острый, ну, не знаю даже. Ладно, не будем рисковать, потому что все-таки первый раз сажаю, опыта нету, но хотя все сделала по правилам, все по правилам, как рекомендовали. так, ну, давайте, вот, значит, вот беру, ложу на кончик просто, потому что, вот, как бы я задерживаю, а проталкиваю дальше, вот видите, как чудесно. земля здесь, конечно, подготовлена специально, а где вот мой кокосовый субстрат, чтобы и корни не перегревались, и влага сохранялась, вот, чудесно. Только в шейку ни в коем случае не заглубляйте, нет, потому что иначе она должна раз, вот, так, вот, я даже не знаю, наверное, может быть даже и не буду, она у меня часов пять, может даже и шесть пролежала в этом, так, вот это, наверное, немножко обрежем, вот это, ну, видите сами, конечно, я ничего не могу сказать, садовая фирма Виктория, все вот, даже уже на них, видите, тут, конечно, не видно, уже маленькие беленькие появились, то есть все живое, все, то есть деньги мы потратили недаром. и вот еще, так, вот берем прям самый конец, идем, идем, здесь около шейки придерживаем, и шпатель туда, все, вот, так, вот еще кокосовым субстратом, вот, чудесно, то есть она не будет пересыхать, ну, вот, Викуду мы посадили пять штук, вот, ну, потом с них будем собирать, ребята, посмотрим, как она на самом деле, действительно все так заявлено, как у производителя, ну, вот, смотрите, все, пять штук посажено, будем продолжать дальше, так, друзья, вот, начала сажать уже, сейчас будем сажать с вами, значит, флорентину, это ремонтантный сорт, и я хоть покажу вам, как я тут через несколько, пять штук научилась, научилась корни правильно делать шпателем, вот, видите, они все живые, уже пустили корешочки, вот, ну, корешки длинные, нам такие не надо, на штук десять оставить, вот, берете, вот, на то расстояние, которое вам надо, ну, здесь вот, конечно, корни не сильно большие, как вы видите, вот, поэтому, вот, я на конец ставлю, земля хорошая, иду, 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 раз, туда, сильно, рывком таким, и корни все, кстати, вот, отрубились, то есть, то, что нам надо, ой, ремонтантно, она, видите, уже даже цвет на начало давать, но я потом, конечно, она сейчас вот отживут, эти листья немножечко позеленеют, отойдут, я ее сейчас еще буду накрывать, вот, еще раз покажу вам, значит, вот, ну, здесь, конечно, они большие кусты-то дали этой, видите, я ложечки подписываю, ложечки подписываю сортом флорентина, чтобы потом не перепутаться, потому что грядка пока одна, там приживется, не приживется, значит, вот так, ребята, вот шпатель новый у меня, острый, вот ставлю, вот, мне надо, ну, сантиметров 10, вот так вот, значит, беру, наконец, эти корни, и вот иду, 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 иду с ними, иду, 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 раз, туда резко, и вы даже почувствуете такой хруст, то есть корни отрезались сами, вот, так что никаких ножниц и не надо, вот шпатель, вот, и чудесно, вы даже почувствуете, вот одну-две сделаете, и у вас уже навык будет, так что, это очень хорошая вещь, вот, и корешок заглубляться не будет, он будет ровный, а лишнее все отрежется там, так, вот сейчас замульчируем ее кокосовым субтратом, шейка все у нас на виду, как правильно, так, ну что, я сейчас буду заканчивать, и потом покажу, чтобы вас уже долго не ждать, чтобы не ждали, так, вот, все понятно, шпатель купите, и очень все хорошо, так, сейчас я поставлю, раз, два, три, четыре, пять, вот здесь у меня будут, все, а потом я накрою пленочкой, чтобы она пока сидела у меня под пленкой, я вам все это тоже покажу, то есть продолжаем досаживать нашу клубнику, ну что, друзья, грядку мы посадили, сейчас я ее укрою, вот, посмотрите, как идеально, кстати, даже в Азии положили шесть пустиков, так что даже на один больше, и хочу еще сказать, уже научилась, это шикарная вещь для посадки, короче, берете шпатель, отмечаете длину корня фрига, держите за шейку, и туда в землю начинаете, а потом резко раз, вы даже почувствуете, как корни у вас отрезались, то есть и корень будет длинный, нельзя в клубнике заглублять ни в коем случае корень, иначе она погибнет, так что, ну, это один-два костика посадите, у вас уже опыт будет идеальный, так, ну что, сейчас я накрою, а потом покажу, все, теперь будем ждать, чтобы она прижилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пойдемте посмотрим, как прибалтийская дача закончила посадку клубники фрига. Ну все, вот видите, укрыли, чтобы пока она отошла, так что будем наблюдать. До новых встреч, подписывайтесь, с вами прибалтийская дача. Удачи нам всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok